здравствуйте друзья как давно вы ощущали вот это вот невероятное прекрасное чувство неизвестности от новой игры когда заходишь и не понимаешь что вообще тут творится начинаешь разбираться и вникать происходящее постепенно понемножку и вот я очень давно забыл эти ощущения большинстве своем новинки игра промо однотипный скучный но максимально как вот давно именитой индустрии радовали нас чем-то действительно стоящим вот крайне большой проект от великого плода говарда улетела в помойку вместе со своими космическими корабликами причем сразу на релизе да и в целом каких-то инноваций в плане геймплея практически нет игры максимально упрощаясь чтобы хомячки не отлетали от любого дуновения ветра максимально помогают в итоге большинство игр превращается в press x to win даже вот банально вспомним какими были первые части соусов и вот последний алден ринг ну максимально оказывалили и это между прочим самый хардкорный жанр в игру индустрии про всякие ассасины фар край и прочие вытера конвейерной ленты и говорить нечего по настоящему интересных с геймплейной точки зрения игр я уже давно не видел но инди разработчики стараются радовать они до сих пор уже последние несколько лет радуют новыми идеями и фишками но это все лирическое отступление сегодня я расскажу об игре под названием экзанима на самом деле игра по факту достаточно старая но в мое поле зрения она не попадала вообще потому что как и большинство инди проектов остаются безызвестными и туда действительно у игры есть существенные проблемы которые ну не позволяют ей подняться выше но при этом у нее есть один один маленький существенный плюс который при там кладет на лопатки всю игры индустрию нахрен потому что с боевой системой этой игры не сравнится даже kingdom come deliverance начнем с того что я в принципе расскажу что такое экзанима по факту это у нас и изометрическая rpg в которой мы занимаемся исследованием подземелий выполнено все в таком вот брачном средневековом стиле есть всякие катакомбы подземелье и прочие вещи и единственное чем вы будете заниматься в игре это исследованием вот этих подземелий локаций всего 8 при этом мы есть еще три межуровневые так называемые то есть два с половиной пять с половиной и 7 с половиной локации но все они достаточно большие а усугубляется это все тем что сохранений в игре нет ну фактически конечно в игре есть одно сохранение и находится но во время перехода с третьего уровня на четвертый через портал вот и перед этим порталом есть одно сохранение автоматическое но как только вы умрете ваш прогресс откатится ровно до того состояния в котором вы были при переходе на четвертый уровень через портал плюс еще ко всему экзанима имеет достаточно хорошую иммерсивность то есть вы на локациях можете передвигать всякого рода предметы стулья деревяшки но опять же зависимости от того сможете ли вы их поднять или нет то есть если какие-то огромные металлические столы или шкафы разумеется вы передвинуть не сможете но при этом всякие мелкие стулья табуретки элементы брони оружие также двери какие-то деревяшки вы тоже можете двигать ну и разумеется всякие переключатели и казалось бы по сути все с геймплейной точки зрения это единственное что может предложить эта игра просто ходить изучать подземелье сражаться с противниками и убивать боссов но при этом как я сказал один маленький существенный плюс делает этот процесс невероятно увлекательным а именно боевая система и не только боевая система но и в принципе система передвижения во первых поговорим о системе передвижения разумеется как и в большинстве игру у вас персонаж двигается на клавиши vsd но у вас здесь в газониме имеется два типа перемещений то есть это перемещение просто с поднятым оружием и в стойке и она отличается друг от друга если когда вы двигаетесь с поднятым оружием просто не в стойке клавиши вперед-назад отвечает за разумеется движение вперед-назад а влево-вправо отвечает за повороты туловища и таким образом выглядит как будто мы ходим по кругу в режиме же боя клавиши а и д у нас меняется уже на стрейфы и зависят они от того в какую сторону смотрит ваш курсор то есть соответственно если ваш курсор будет снизу а персонаж сверху то ваше управление одеркалится что доставляет невероятные сложности и это я еще даже не говорю про боевую систему которая невероятно продумано у любого оружия есть масса центр тяжести инерция и другие показатели которые влияют на скорость удара баланс и прочее более того движение вашего персонажа также влияет на силу удара то есть если вы совершаете удар просто направив мышку в сторону противника удар будет гораздо слабее нежели вы проведете мышью справа налево как будто бы доворачивая корпусом а если вы еще будете двигаться сами навстречу противнику или в сторону влево то удар будет еще сильнее то есть все вот эти показатели во время удара складываются более того если противник в этот момент двигался в другую сторону противоположную вашему удару то урона будет еще больше и разумеется разные типы вооружения тоже имеет место быть потому что здесь есть какой лишь я так и дробящие так и режущие оружие и против разных противников будет работать разное вооружение потому что и бить противника которая весе в латах простым мечом может быть весьма долго при этом взяв двуручную баллы можно будет гораздо быстрее разобраться с противником потому что разумеется дробящее оружие будет лучше работать против брони но это не панацея потому что И любое другое вооружение тоже может быть эффективным Потому что в броне противника есть прорехи И вы каким-нибудь колющим оружием можете зарядить в прорехи между броней Тем самым добраться до самого вкусненького места противника И даже несмотря на то, что фактически их занимает всего три удара То есть обычный горизонтальный удар, колющий удар и удар сверху Вкупе вся эта система с инерцией, движением вашего персонажа, разным типом вооружения Делает сражения невероятно увлекательными Более того, в игре есть еще персонаж, который владеет магией А это значит, что еще ваши возможности немножко увеличиваются Самые, конечно, магии не пользуюсь, но имейте ввиду, такая возможность у вас есть И магия здесь может быть весьма полезной для того, чтобы отталкивать противников Сыставать щиты, барьеры и прочее Даже несмотря на то, что сюжета как такового в игре нет В игре нет карты, соответственно, если вы топографический кретин То вам будет очень трудно здесь, прям очень трудно здесь Потому что локации однотипные, стенки все одинаковые Комнаты плюс-минус одинаковые Да, у них там расстановка вещей по-разному Ну, со временем, может быть, запомните Но поначалу вы будете вообще не понимать, куда нужно идти, куда нужно двигаться В сундуках можно найти карты, но спаунятся они там достаточно редко Но при этом можно воспользоваться интерактивной картой на сайте Но это опять же в том случае, если вы умеете читать карту и понимаете, где вы на карте в данный момент находитесь И на самом деле сказать-то игре больше по факту нечего Да, тут есть еще кроме режима прохождения, режим арены Это, так сказать, местные просто сражения в разных стилях Будь это один на один, два на два, три на три, шесть человек до последнего выжившего И так далее Разумеется, там свои нюансы Там тоже можно провести достаточно большое количество времени Но это не важно, как я и сказал Единственное, что хочется делать в этой игре Это сражаться с противниками Потому что боевая система максимально интересная и необычная среди всех игр, которые мне встречались Но при этом и максимально сложная Xanima для меня стала вот таким маленьким глотком воздуха во всей этой вот геймерской и игровой импотенции Потому что даже в отличие от Dark Souls, в котором как только ты понимаешь начальную механику Ты уже в принципе можешь уничтожать кого угодно В Xanima любой персонаж может дать тебе знатных люлей Потому что ты можешь двинуться не в ту сторону Ты можешь промазать ударом И тут же словить на противоходе такую плюху, от которой улетишь в другой конец карты Но это при сражении с одним из самых сложных боссов От обычных противников, разумеется, вы будете терять просто огромное количество ХП Оно здесь не восстанавливается Не, ну конечно на шестом уровне можно найти специальный шлем В который можно ставить специальные камни И который может вам восстанавливать немножко ХП До тех пор, пока камень не разрядится и все На локациях, конечно, можно найти бутылочки для восстановления ХП Но обычно на локациях всего одна А противников тьма тьмущая И это я уже даже не говорю про то, что во время движения Ваш персонаж будет цепляться, спотыкаться и падать за все, что стоит на карте И да, хоть это иногда выглядит очень тупо Это дает вот свою вот изюминку в сражении Ну и разумеется, этим же можно воспользоваться, чтобы одолеть противника Так что, если вы соскучились по действительно интересной игре В которую, ну, можно провести пару недель Определенно рекомендую поиграть в их заняму А если еще в будущем когда-нибудь добавят ПВП То это будет максимально интересное зрелище Ну а на данный момент все Спасибо, ребят, что досмотрели это видео до конца Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропускать новые видео А также стримы и играйте только в хорошие игры Всем удачи, всем пока